Дорогие друзья, посмотрите, пустота. Евгений, это со мной. Здравствуйте, приветствую вас. Сегодня последний день октября. Во-первых, сегодня праздник, день Чёрного моря. Мы его будем проводить на Азовском море. Сегодня приехали сюда по небольшой работе. Будем снимать участки, которые продаются прямо на берегу моря. Если вам будет интересно, потом посмотрите. Причем за 333, по-моему, что ли, тысячи за сотку. Ну, в таком районе. Точные цены будут уже в ролике озвучены. То есть, это центральный пляж Голубицкая, друзья. Сам поселочек расположен на берегу Азовского моря. И сегодня здесь немножко прохладнее, чем у нас в Анапе. Потому что мы выезжали в 10 где-то утра. У нас было уже в районе 22. Ну, а здесь в тени вот сейчас показывает 24,9. А у нас должно быть сегодня, я думаю, градусов под 30 на солнышке в Анапе. Подарил нам сегодня самый жаркий день. Действительно, выходишь на солнце, прям припекает. Я вам предлагаю пробежаться, посмотреть, как здесь все выглядит. В сезоне, я думаю, что будет интересно любителям Голубицкой, каким я тоже являюсь. Это не единственный пляж. Вообще, Голубицкая вдоль берега вытянута на продолжительное расстояние. Здесь есть кафе, бары. Здесь есть развлечения, парк аттракционов. Они в ту сторону дальше находятся. Там есть более дикие пляжи. И мест для отдыха здесь предостаточно. И по цене здесь дешевле, чем в Анапе будет. Потому что поселочек, меньше людей. Соответственно, меньше спрос, больше предложений. И цена немножечко дешевле. Пишите ваши отзывы, согласны со мной или нет. Ну и что вам нравилось, что мешало, что не нравилось там в Голубицкой. Мне потому что нравится здесь все. Вход на центральный пляж. Машины я припарковал здесь абсолютно бесплатно, без всяких проблем. Ставите центральный пляж Голубицкой. Приезжайте сюда по-геометски. Никаких сложностей нет. Здесь мы проходим автокемпинг. Работает в сезон. Сейчас тут просто все переклето. И сюда не подъехать. Но сюда пойти надо, потому что здесь находится туалет. Есть мусорные баки. За этими камышами находится то, что сюда манит огромное количество людей. Здесь такое небольшое соленое озеро. Лиманчиками мы их называем у нас. Но они у нас более обширные. Оно и мелководное, и очень теплое всегда. Сюда люди приезжают и мажутся вот этой озерной грязью. В больших количествах. Также здесь есть ванны с вулканической грязью, которые приводят специально для купания людей. Полезные свойства. Можно спорить до бесконечности. Самое главное, что те люди, которые сюда приезжают, говорят, им помогает. Пользуются ей. Ну, и дай бог. Ох, ого! Как вам такое? Вы сейчас видели, да? Сколько здесь еще рыбы, как оказывается, есть в этом озере. А мужики-то не знают. Я так понимаю, просто рыба приходит к грязюке и пытается здесь червей наловить. Цвет у него постоянно. Вот такое бывает даже еще. Ох, водичка прохладная, кстати. Увидеть бы хоть бы одну рыбу. Они так булькают. Такой щенка, вот там киты какие-то. Ну, вот он, вот он идет, смотрите. Слушай, по-моему, нормальные такие рыбки здесь плавают. Все пошли. Все, пора мне на рыбалку. Что-то мне так к рыбе тянет. В общем, водичка прохладная, дно тут неплохое. Грязь можно накопать. Вот видите, эти островки, это выкапывают как раз таки для поиска червей. Грязюку эту. Дальше у нас находится территория автокемпинга. С такими большими домиками, деревьями. И вот такой вот бруссер есть, который защищает от ветра с моря. Здесь он вдруг продувает также мусорки, установленные. И все, в принципе, чисто и хорошо. Место прекрасное. По электричеству не знаю, я здесь не останавливался. Ну, собственно, почему бы как-то раз и не попробовать. Здесь мы обошли, получается, весь центральный пляж и выходим к береговой линии. Посмотрим вообще на само Азовское море, что здесь происходит. И есть ли здесь хоть что-то интересное. Ну, береговая линия, как видите, прекрасная. Чистенько, все хорошо. Аромат морюшка, кстати, берег немножко отошел, что тоже является большим плюсом. Единственное, вот медузки, да, сейчас можно наблюдать. И в море они тоже присутствуют. Здравствуй, морюшка. Ну, вот море не такое прохладное, почти как то озеро, в которое мы с вами сейчас заходили. Ай, ну, уже на меня медуза напала. Господи, как все это быстро тут происходит. Рыбка плавает, люди гуляют по берегу. И мы наслаждаемся красивым цветом моря. Вон корнирот, вон корнирот. Прям такие огромные тушки плавают. Тут же купание было по голове, вы думаете, купаться. Сейчас что-то уже как-то и не хочется абсолютно. Ну, в общем, вот он, Азовское море, друзья. Выглядит оно вот так. 31 октября 2023 года. Вот, смотрите, температура у моря 23 показывает. 25 солнышко чуть подрастает. Там и были подачи от моря. И оно не так влияло, как говорится, на то пространство. Что солнышко прогревает очень сильно. И солнце можно сегодня прям подгорать. Но после моря температура регулируется непосредственно именно водой. Давайте закинем градусник. Но я предполагаю, что оно примерно такое и будет по градусам. Как и температура воздуха. В Азовское море впадает огромное количество рек. Поэтому оно охлаждается гораздо быстрее, чем Черное море. Ну, и благодаря этому оно еще и нагревается быстрее, чем Черное море. И оно более мелководное. Хотя тоже приходишь и море, и море. Соседний берег не видно. В принципе, ну, перецокупать не хочу. Я раньше, когда ездил по той стороне, вот за этот год, мне удалось неоднократно объехать Азовское море по кругу. Ну, очень интересные такие ощущения, когда так бывал. И там, и здесь столько много берегов разнообразных. И во многих местах Азовское море может поконкурировать с красотами даже Черноморского побережья. Так, температура водички 17,7. Вода прозрачная, чистая, классная, холоднее, чем в Черном море. Вчера было на 2 градуса, а у нас теплее. А? Я там такое не знаю. Что? Там много гигантских медуз умерших. Вот таких. Пошли смотреть. Здесь, ребята, домики уже все заколоченные. Непосредственно в летнее время здесь все работает на доставление вам разнообразных пропитания, услуг. Там продают товары различные. Лежаки здесь одни самых дешевых под навесом. И без навеса можно было снять. И были разные горки надувные. Те, кто были здесь, я думаю, вспомнят, как это было. Давайте Женю кинем к медузам. Давайте к медузам. Как тебе? А, кстати, здравствуйте. Здравствуйте. Как думаешь, какая температура воды? Ой, я думаю, как и вчера, 18,7. Нет, я думаю, меньше. Холоднее? Холоднее, да. Ну, Азовское, кстати, оно само по себе холоднее море. Ну, вот, медузы, честно говоря, походу замерзли. Вот ты не прав абсолютно. Азовское море в летний период бывает гораздо теплее, чем черное. Это первое. Потому что оно быстрее прорывается. Маленький бассейн у него, да. И сейчас оно 17,7. То есть оно прохладнее, чем вчера было Черное море. Ну, много медуз, я бы купаться не полез. Ну, это мое мнение. Если ты хочешь, можем тебя заглянуть. Я думаю, шорты даже тебе одолжить. А они не помогут, да. Не помогут. Помогут. Ну, вот, кстати, там встретили людей с нами, поздоровались. Значит, знают, кто. Им привет. Вода просто, вот, слеза, да? Да, кристальная водичка. Это говорит о том, что когда Азовское море не в шторм, а именно в такой вот штиль, оно божественно, очень красиво, очень классно. С этим вообще невозможно не согласиться. Тут немного, так получается, у них разнообразных, чем они питаются, корма. И, наверное, поэтому они тут большие такие вырастают. Говорят, что именно после строительства Крымского моста здесь медуз стало много. Раньше, типа, такого количества не было. Ну, вот. Это то, как влияет, конечно, это все на человеческую деятельность, на развитие регионов, там, видите, целого моря. Да, Ксения здесь нашла прям медузи в кладбище, да. Посмотрите, сколько. Маленькие. Маленькие, большие, то есть разные. Вот эти вообще, да, такие. Дальше вам тоже, смотрите, побережье песчаное, песчаное, песчаное. Докуда хватает ваших глаз? Везде песочек, красота. И большинство из этого побережья относится именно к Голубицкой, дорогие друзья. Вот такие вот моменты. Здесь, конечно, выглядит все уже не так презентабельно возле этих самых варечков. Но все же помним, что здесь кипела жизнь и было все когда-то очень-очень хорошо. Люди, кстати, подтягиваются на пляж. Прогуливающихся становится все больше. В общем, Евгению тоже очень тут нравится. Красота, друзья. Собственно, межсезонье, тишина, спокойствие. Круто. Прошли чуть-чуть дальше. Здесь тоже все в песочке, плитку позаметала. Все забито. И так, как сказать, печально выглядит. Но мусорки на пляжике стоят. Когда-то, да, здесь все разовьется до таких же масштабов. И будет как в Витязево. Так, и мы добираемся уже до самого центрального входа-выхода, ребятки, с этого пляжика. Мусорки здесь уже поднаполнились, чтобы администрации чуть подвезти, чтобы вокруг все не валялось. В любом случае, можно отметить, что довольно-таки чисто, даже в межсезонье все убрано и хорошо. У тебя как вот внешний вид пляжика? Ну, как бы понятно, что соответствует населенному пункту. Но, слушайте, место, конечно, классное. Мне очень понравилось, что это, опять-таки, энергетически положительное народу в данном случае не очень много. Водичка, как я уже говорил. Просто фантастика. Но медузы. Ну, они вот с корову размером. Ну, они исчезнут за зиму. Ну, они исчезнут, да. Потом вам бы все обратно вернуться. Место классное все равно. Я бы сюда даже в сезон съездил. Обязательно. А мы же бы не были в сезоне разве тут? Были же, по-моему. По-моему, были. Ты просто не помнишь, как это выглядело. Здесь и были. Я даже не узнал место, кто здесь повеселее будет. Да. Сейчас все тихо и спокойно. Тоже здесь и кафе закрыто. А здесь огромное количество машин стоит, ребятки, на парковке, пока мы гуляли. Люди приехали на прогулки. Ладно. Всем привет, Азовский. С вами был Юрий Азоровский.